Всем добрый день! Здравствуйте! Я приветствую вас на своем канале и продолжаю свои прогулки по Москве. Я нахожусь в районе Басманных улиц и решила здесь прогуляться, полюбоваться зданиями. Здесь сейчас очень много реставрируется в районе новой и старой Басманы. И вот попалось мне здание, которое прилетло мое внимание. Это дом Перовских. Я решила о нем узнать побольше. Этот деревянный дом буквально врос в землю основанием каменным. И еще сто лет назад в его первый этаж можно было свободно войти с улицы. А сегодня он уже превратился в полуподвал. Самому дому примерно 200 лет. Род, давший имя этому дому, известен многими историческими личностями. Это и государственные деятели, и дипломаты, писатели, и революционеры. С середины XVIII века владение находилось в собственности у Мордвиновых. В начале XIX века оно принадлежало известному государственному деятелю, адмиралу Мордвинову. В 1810-1811 годах в его доме жил историк Карамзин. Однако во время пожара Москвы 1812 года все усадебные постройки сгорели. От них остались лишь фрагменты. На их основании был построен в 1819 году сохранившийся до наших дней дом. В это время владение переходит к Марии Соболевской, второй и неофициальной супруге графа Алексея Териловича Разумовского. Потомство от внебрачной связи Разумовского и Соболевского насчитывало 10 детей, 5 сыновей и 5 дочерей. Все они официально именовались воспитанниками графа. Им была дана новая фамилия в Перовске, имеющая происхождение от подмосковного имения Разумовских в Перово. Это весьма символично, так как именно в церкви в селе Перово ранее было совершено тайное венчание Алексея Разумовского, дядя Алексея Териловича с императрицей Елизаветой Петровной. Ну, племянник почти повторил шаг своего дяди, хотя брак Алексея Териловича с Марией Соболевской так и не был закреплен даже тайно и остался невенчанным. Этот дом был выстроен в дереве на допожарном каменном основании, его фасады отштукатурены, вследствие чего создается имитация каменного здания. Это соответствовало архитектурной моде того времени. Здесь используется в декоре ампир с пилястрами, венками, славой, лентами, медальонами. Первый этаж по традиции занимали парадные комнаты с высокими окнами, с бальным залом, с гипнетом хозяина. Вместо второго этажа дом венчает мезонин, в котором находились спальни, хозяйская столовая и другие помещения, не предназначенные для глаз гостей. Дети Разумовского и Соболевского в разные годы бывали в доме на Басманной. Их пути разошлись, но все они стали известными личностями. Старший сын Николая стал губернатором Крыма. Его брат Алексей Алексеевич вошел в историю русской ледиатуры под псевдонимом Антоний Погорельский. Автор целого ряда повестей и романов он получил наибольшую славу благодаря своей сказке «Черная курица» или «Подземные жители», написанного для племянника Алеши. В будущем, кстати, писателя Алексея Толстого. И имевший ряд автоматических черт. Именно к нему в гости на Новую Басманную в 1836 году приезжал прославленный художник Карл Брюлов. Еще один сын Разумовского, Лев, стал министром внутренних дел и членом Государственного совета. В честь его брата Василия, генерала-радиотанта и оренбургского генерала-губернатора, город Крызыларда в Крызахстане до 1922 года назывался Перовск. И, наконец, младший брат Борис был членом Государственного совета, а другая обосновительница рода Перовских окончила свою жизнь на виселице. Это государственная преступница. Дочь Санкт-Петербургского губернатора Льва Николаевича София Львовна Перовская была повешена в 1881 году за участие в убийстве императора Александра II. Ее брат Василий был участником политического кружка Чайковцев-париткоторжанином, а его внучка Ольга Васильевна стала известной детской писательницей, автором рассказов и повестей о животных. Дядя Софья Перовская Петр Николаевич вошел в историю как генеральный консул Российской империи в Генуе. Девиз рода Перовских на гербе «Не слыть, а быть». Он вполне соответствовал действительности. После смерти Алексея Разумовского Мария Соболевская вторым браком вышла замуж за генерала-майора Денисева. В середине 1850-х годов в доме жила Елена Денисева, последняя любовь поэта Тютчева. В 1857 году здание перешло во владение Крупической династии Алексеевых, который принадлежал, среди прочих, и знаменитый Станиславский. Последним предреволюционным хозяином дома был Петр Семенович Алексеев. После событий 1917 года в доме находились жилые квартиры. Первый этаж занимал подготовленный магазин. Ну вот, как-то так. Сейчас здесь находится офис банка. Всем большое спасибо за просмотр этого видео. На сегодня наша с вами прогулка закончилась. Я всем вам желаю всего самого хорошего, конечно же, здоровья. И приглашаю подписаться на свой канал. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока-пока. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok